МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Диалог. Сегодня вместе с гостем студии мы говорим о работе жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области. Знакомьтесь с моим собеседником и присоединяйтесь к диалогу. Дмитрий Алексеевич Сгурский, генеральный директор государственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области. В 1996 году окончил Гомельский политехнический институт имени Павла Сухого по специальности инженер-промтеплоэнергетик. В 2010 году получил дополнительное образование в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорыны по специальности государственное управление. Трудовую деятельность начал в 1996 году помощником мастера на предприятии «Гомель-Древ». Проходил службу в Вооруженных силах Республики Беларусь. По ее завершении продолжил работу на предприятии «Гомель-Древ». Занимал должности мастера, начальника цеха, главного инженера. В 2006 году возглавил коллектив коммунального производственного унитарного предприятия «Гомель-Обл-Теплосеть». В 2011 году назначен на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского областного исполнительного комитета. На вопросы, которые касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер 8029-340-043-3. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Рад видеть в студии «Беларусь-4». Добрый вечер. Итак, думаю, согласитесь, за информационным поводом мне, как журналисту, ходить далеко не пришлось. Достаточно выглянуть в окно или просто выйти на улицу. Скажите, насколько первый снег оказался неожиданностью для ваших коллег? Надеюсь, что нет. Ну, если бы это было, наверное, в августе месяце, может быть, это была неожиданность. Но уже все-таки первый день календарной зимы, месяц календарной зимы. И, соответственно, мы к этому готовились. Службы были готовы, соответственно. Ну, здесь главное уже вовремя среагировать на прогнозы, которые синоптики предоставляют, и, соответственно, отработать своевременно. Как готовились в этом плане к снегопадам, холодам? Как давно эта подготовка начата всеми службами? Ну, в большей степени подготовка к отопительным сезону идет по многим направлениям. И она начинается в момент окончания отопительного сезона. И все следующие месяцы, соответственно, идет планомерная подготовка, формируются планы, графики, источники финансирования. Выполняется весь комплекс работ запланированный для того, чтобы следующий отопительный сезон прошел, соответственно, максимально благоприятно, без сбоев и каких-то инцидентов. И в целом никто не заметил каких-то нюансов, если даже вдруг они и возникают. И все-таки вернусь немножко к снежной погоде. Будем считать, что снег в эту среду что-то вроде разминки от природы. Все-таки готовы ли службы к серьезным снегопадам? Готовы, потому что все службы, как и жилищно-коммунальные, так и дорожные службы, провели комплекс работ. Ну, в основном это, конечно, заключается в подготовке всей техники, которая необходима для расчистки, посыпки, обработки противогололедными смесями. И, соответственно, заготовлена и смесь противогололедная в необходимом количестве для того, чтобы все эти, так скажем, капризы природы в зимний период минимизировать для автомобилистов и пешеходов. Если позволите, расскажу зрителям. Только что на эфир приехали из Брагина. Вот интересно, что называется, ситуация в регионе. Наверняка, пользуясь случаем, по дороге проинспектировали в том числе ситуацию в Брагине, в Брагинском районе и по дороге в Гомель. Ну, конечно, да. И с учетом той погодной ситуации, которая, ну, так скажем, не совсем благоприятная, потому что снег сменяется дождем, при отрицательных температурах тут же происходит наледенение. Но, в принципе, все дороги проезжие, то есть они все обработаны. И при соблюдении определенных мер предосторожности и правил дорожного движения, они не вызывают никаких, так скажем, аварийных ситуаций и обеспечивают нормальное дорожное движение. Что ж, буквально через несколько минут продолжим разговор. Более детально поговорим про отопительный сезон. Ну, а пока в эфире наша традиционная рубрика «Есть мнение». Как ни странно и удивительно, в этом году как-то, мне кажется, раньше дали отопление. То есть на улице было еще более-менее тепло, а уже в квартире было очень тепло. То есть удивили в этом году, что действительно было очень уютно и комфортно, мне нужно было укутываться там в 33 одеяла и включать обогреватель. У нас градусника нету в квартире, поэтому я как-то не слежу за этим, но так свободно ощущается тепло, вот как бы нормально, то есть не замерзаем. Тепло, комфортно, даже вот сразу, как они включили, стало почувствовать, что да, тепло. У нас, например, тепло. Поэтому мы пока довольны. Очень холодно, отопление как бы включено, но эффекта от него никакого. По крайней мере, в одной комнате тепло, в остальных. К этим ЖКХ очень много вопросов. Я живу в центральном районе, там под улицей Трудовой. У нас постоянно то водяные трубы, то еще там какие-то, то канализация постоянно, все это ломается, вечно там течет. И сейчас канализация течет в подвале. Я уже трижды звонил в этот участок. Завтра придем, сделаем. И так никто ничего не делает. А что касается отопления, у нас по улице Трудовой более-менее так нормально. В квартире тепло. Так что жаловаться мне не на что, если честно. У меня новая квартира, поэтому тепло. Достаточно тепло. В квартире только три года. В старых квартирах холодно, у родителей, допустим, очень холодно. Стеклопакеты мне отнужны. У нас немножко другая ситуация. У нас бойлерная находится во дворе. И в принципе нас устраивает. Предупреждаем их, звоним на 115, они приходят. И все, в общем-то, оперативно делается. Ну, я не знаю, как у остальных, но у нас все... Без проблем. Без проблем никаких проблем не было. А плата за тепло не пугает вас? Знаете, сколько будете платить примерно? Ну, вы понимаете, мы все делаем в сравнении. Вот то, что в Питере, вот в Санкт-Петербурге, и наша квартплата, ну, это несравнимые вещи. Я, мне приходится, даже с отоплением, с отоплением, приходится платить где-то порядка 10-12% от моей пенсии. За квартиру в Питере сколько? Процентов 50-40. Ну, 45-50%, да. За счет топлива и прочего. От пенсии. От пенсии, вы понимаете? Поэтому жаловаться на то, что для нас грешно. Хотя я понимаю, что многие, так сказать, это все делается в сравнении. Ну что, продолжаем. Все действительно опознается в сравнении. Вот, кстати, в тему разговора, уверен, будет интересно, какой процент погашают граждане за отопление, а какой все-таки закрывает государство? Мы часто критикуем, что дорого, но все-таки действительно все относительно. Ну, на сегодняшний день те тарифы, которые установлены, они регулируются указом, соответственно, президента. Вот, они растут в год не более как 5 долларов. Все тарифы, относящие к жилищно-коммунальной сфере, в том числе и газ, электроэнергия. И на сегодняшний день части отопления в среднем граждане оплачивают все лишь 20% от реальной стоимости одной калории тепловой энергии. Все остальное, соответственно, субсидируется государством. Отопительный сезон в этом году действительно начался чуть раньше обычного. Это, будем считать, приятный бонус для жителей Гомеля и области. С чем это связано? Учли обращение мнения жителей региона? Ну, с какой-то точки зрения это регламентируется у нас в стране, соответственно, включение отопления. Ну, здесь просто ничего такого экстрадинарного. Конечно, мы постарались просто спрогнозировать прогноз на перспективу. И с учетом этого немножечко действительно раньше произвели включение отопления. И все-таки вот этот, как я уже назвал, приятный бонус, как отразится на финальной сумме в жировках, которые мы получим? Ну, это незначительная сумма с учетом среднего потребления в отопительный сезон где-то порядка гигакалорий, полторы гигакалории. Ну, и если, как я называл, что одна гигакалория – это 20 рублей в зависимости от квартиры, то дополнительный довесок, с учетом, что октябрь – это еще все-таки не такие какие-то холода и морозы, то есть это на минимуме идет, где-то это вообще протапливание происходило от малых теплоисточников, то это очень незначительная сумма в довесок, несколько этих дней буквально. Дмитрий Алексеевич, вот еще важный момент, на котором хотел бы остановиться. Кто может рассчитывать на безналичные жилищные субсидии? Какой процент граждан уже получал такую поддержку от государства? Какие планы на этот сезон? Ну, соответственно, безналичные жилищные субсидии регулируются указом президента. И вот, соответственно, в этом году в него внеслись изменения и расширился круг граждан, которые могут получать безналичные жилищные субсидии. Эти расширенные списки уже действуют с 1 августа 2018 года. Там включены определенные категории. Это регламентируется указом 225-м от 7 июня 2018 года, куда входят, ну, это пенсионеры, одинокопроживающие, это, значит, родители, которые, ну, обеспечивают уход за детьми до 3 лет, ну, и ряд других категорий. Вот, если кто-то захочет, то надо непосредственно познакомиться больше практически с этим указом, либо подойти в те службы, которые производят начисления, и там, соответственно, подскажут и расскажут, кто и как может претендовать. А в целом, если говорить, что вот в 2018 году 3,5 тысячи семей получали, соответственно, безналичные жилищные субсидии. Такого рода поддержку, это действительно ощутимо. Да, и если в среднем говорить, то для каждого населенного пункта установлена пороговая цифра, то есть это для городов это 20%, для сельской местности это, соответственно, 15%. И если совокупная плата за жилищно-коммунальные услуги превышает это пороговое значение от доходов, то, соответственно, каждый гражданин может получить безналичную жилищную субсидию. Но для этого надо обратиться в организацию, которая производит соответствующее начисление. Дмитрий Алексеевич, еще возвращаясь к соцопросу, мнением жителей областного центра, прозвучала история жителя улицы Трудовая, к сожалению, без номера дома. Я так понимаю, сможете взять на контроль эту ситуацию? Конечно, мы возьмем на контроль. Я думаю, что если люди обращались, в том числе выходили, то мы найдем и адрес этого дома для того, чтобы решить эту проблему. Я думаю, что если она существует, то надо ее решать кардинально, раз и навсегда, и чтобы по таким проблемам больше не обращались. Говоря еще раз, возвращаясь еще раз к отопительному сезону, понятно, что не обходится без нестандартных ситуаций. Какую задачу ставите перед коллегами? Насколько оперативно удается решать такого рода проблемная ситуация, аварийная ситуация? Ну, к сожалению, да, без них обойтись не получается на сегодняшний день. Но наша задача и ряд, соответственно, устранения неисправностей регламентированы, в какие сроки они должны выполняться. Наша задача делать так, чтобы потребитель практически этого не заметил. А если и ощутил, то как можно в меньшей степени это сказалось на его качестве проживания. Друзья, присоединяйтесь к диалогу. Телефон прямого эфира в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить и в Вайбер, достаточно удобно. Номер инфолении плюс 375-29-340-043-3. Вот, кстати, первое сообщение поступило уже от зрителей. Я хотел бы их озвучить. Куда обратиться, чтобы жировки мне присылали на электронный ящик? Это вообще возможно? Это возможно. И с таким, если гражданин хочет, то, соответственно, он может обратиться в службу, которая производит ему начисление, или в организацию, которая производит начисление. И, соответственно, такая возможность предоставляется. И еще одно сообщение. Могу ли я получить скидку по оплате за ЖКУ, если по работе часто езжу в командировки на месяцы больше? В квартире больше никто не проживает. Ну, законодательно тоже возможно предоставление или снятие определенных платежей. Потому что есть определенная плата, так как за отопление. Ну, человек проживает, не проживает, отсутствует, квартира все равно отапливает. И такую, соответственно, скидку либо услугу снять невозможно. Определенные услуги, соответственно, можно снять. И для решения этого вопроса, если все соответствует, то надо опять-таки обращаться в службу, которая производит начисление, соответствующим заявлением. Там будет рассмотрена данная ситуация. Если человек может претендовать, то, соответственно, ему такие скидки либо снятие определенных услуг будут объяснены. В любом случае, хорошая возможность сэкономить, раз уж про экономию заговорили. Не знаю, об этом или в продолжение темы следующий вопрос от зрителя. Предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Да. Представьтесь, пожалуйста. Жогла Любовь Мартиновна. Любовь Мартиновна, ваш вопрос. У нас в подвалах на топлении стоят только приборы группового учета. А автоматически терморегуляторы в нерабочем состоянии и давно вышли из строя. Мы обращались, приезжала комиссия, определила, что она нерабочая. Мы обращали райжем колхоз по Кореневской шоссе один. Нам сказали, договор заключили, но нет финансирования. Мы ездили в райисполком. Там тоже сказали, что разберемся, но никакого ответа нам пока еще нет. Да правильно это, что у нас дарут по общему прибору этому, по отоплению? Или должен быть этот прибор, терморегулятор? Спасибо большое, Дмитрий Алексеевич. Ну, конечно, как данная женщина обозначила ситуацию, то мне очень сложно сориентироваться. Почему? Потому что, если имеется в виду, что в этом доме были приборы индивидуального учета тепла на отопительных приборах, и они пришли в негодность, то, или по какой они там причине пришли в негодность, то, если это собственность граждан, то есть это дом долевого строительства, то эти приборы являются собственностью граждан. И, соответственно, они за ними должны следить, обеспечивать их там поверку и так далее. А в принципе, если есть групповой прибор, то производится начисление по групповому прибору. Если, соответственно, кроме групповых приборов в квартирах установлены либо индивидуальные приборы учета, либо на отопители, ну, так называемые испарители, то, соответственно, они тоже требуют обслуживания. Необходимо провести опрос жителей, все ли согласны платить по индивидуальным приборам учета, заключить соответствующий договор с обслуживающей организацией, которая будет обслуживать эти приборы, которая и в том числе, которая будет по итогам отопительного сезона снимать показания, потому что там не прямой счет, производить расчет, соответственно, платы по каждой квартире. Но это в том числе стоит еще дополнительных денег к тем начислениям, которые непосредственно будут оплачиваться за непосредственно потребленную гигакалорию. Поэтому, ну, если требуется там дополнительно рассмотреть этот вопрос, мы, в принципе, узнаем, что там, какой там дом непосредственно у Кореневки. Готовы подсказать, контакты наши редакторы записали, я думаю, что более детально можно будет разобраться. Когда людям объясним, как в данной ситуации, ну, необходимо для них действовать, либо что для них выгоднее. Дмитрий Алексеевич, очень интересно ваше мнение в тему разговора. Стали ли мы экономнее? И насколько к той самой экономии нас подтолкнуло введение так называемых льготных лимитов на потребление, и в том числе подорожание цен на ЖКУ? Ну, это хороший стимул. Во-первых, когда человек видит, сколько он потребляет, уже установка прибора учета, она в свое время позволила определить каждому гражданину, сколько он вообще потребляет, а дальше уже, соответственно, построить свой быт, исходя из того, сколько он готов платить за эту услугу. Ну, и в том числе последние годы подорожания жилищно-коммунальных услуг и приближение их к стопроцентному возмещению, оно, соответственно, дальше стимулирует. И мы, для нас, с одной стороны, это потеря реализации при тех вложениях, которые мы производим в систему коммунальную. Но в то же время вы тоже за ту самую экономию к этому стимулируете жителей. Нет, ну, для нас самое главное, чтобы не было потерь, не это. А если граждане хотят потреблять, ну, это их право потреблять. Обеспечиться. Да, соответственно. Поэтому, к сожалению, каждый год, наверное, или к счастью для нашей страны, люди все больше экономят. Вот, и, соответственно, уменьшается потребление той либо иной услуги, которую сегодня граждане могут, соответственно, сами регулировать, да, свое потребление. Качество воды, которое поступает в наши дома, еще одна очень актуальная тема, которую предстоит обсудить об этом и не только прямо сейчас в материале от моих коллег. Водозабор Ипути, объект режимный, камера видеонаблюдения, колючая проволока по периметру и милиционер на проходной. Попасть на территорию постороннему человеку невозможно. Объясняется это просто. Речь идет о здоровье десятков тысяч человек. С введением этого водозабора гумель окончательно перешел на снабжение жилого сектора исключительно артезианской водой. В течение суток здесь добывается, очищается и подается в сеть около 20 тысяч кубометров воды. Накануне зимы на водозаборе провели плановую ревизию скважин и оборудования. Качество питьевой воды на гумельводоканале повышенное внимание. Те же фильтры промываются каждые трое суток. Дважды за сутки вода берется на лабораторные испытания. К аргонолептическим соединениям относятся запах, привкус воды, цветность, мутность. И неоргонолептические соединения – это железо общее. Контролируется два раза в сутки. Значит, контролируется поступающая вода, поступающая со скважин. Вода перед поступлением в сети, контрольные точки сети. Пожалуй, один из главных принципов работы предприятия «Гумельводоканал» – экономия без потери качества. Начиная от строительства до того же водозабора и путь собственной котельной. Это оказалось значительно дешевле, чем прокладывать многокилометровые сети, в том числе под рекой. Еще один пример приводят непосредственно в администрации предприятия. В этом году продолжилась реконструкция городских очистных сооружений. Реконструкция на более современное оборудование, то есть сейчас проведены новые решетки на фильтрах, пресс, система аэрации, новые насосные оборудования, новые воздуходувки. Вот у нас в этом году были установлены новые воздуходувки, что дало экономию электроэнергии. Вообще по очистным сооружениям на 15%, а если по всему водоканалу, то на 5% экономии электроэнергии. Таких тепловых пунктов у предприятия Гомель Теплосети ровно 100. По большому счету, такие пункты заменили существовавшие когда-то мини-котельные. Именно отсюда в жилые и административные здания подается горячая вода. За исключением нескольких летних недель, когда проводится плановая профилактика, установленное здесь оборудование работает в круглосуточном режиме. При подготовке к зимнему периоду его осмотрели еще раз, после чего пригласили инспектора энергонадзора. По словам руководства предприятия Гомель Обл Теплосеть, в этом году получение паспортов готовности особых проблем не вызвало. Практически на всех объектах их выдали даже раньше запланированного срока. В первую очередь замена тепловых сетей. Ежегодно мы меняем порядка 24 километра в однотрубном исчислении. Это поверка приборов учета, поверка приборов кипы автоматики, это наладка, это профилактические работы, это работа на котельных. К первому сентября все работы были завершены в срок, что позволило предприятию досрочно получить паспорта о готовности и обеспечить надежный пуск тепла в дома и другим абонентам. Работникам предприятия Гомель Обл Теплосети комплекс «Локомотив» известен не только как спортивный объект. Во время его строительства здесь открыли еще и вот это неприметное здание, работающее в автоматическом режиме газифицированную котельную. В Гомеле и Гомельском районе таких котельных всего восемь. Специалисты Гомель Обл Теплосетей говорят, что аварийные ситуации не исключаются. Однако и в этом случае даже при самых сильных минусовых температурах отопительная система сохранит свою работоспособность. Приходит аварийный сигнал на диспетчерскую службу. Будь то пропадание электроэнергии, просадка по давлению, по температуре. В рабочее время диспетчер сигнализирует уже непосредственно руководству цеха. Выходят слесаря по обслуживанию цеха котельных. В выходные дни есть выездная бригада, которая уже непосредственно занимается устранением той или иной аварийной ситуации. Не было такого, чтобы не приходил аварийный сигнал и котельная стояла продолжительное время. В течение буквально часа в любом случае здесь уже будет обслуживающий персонал. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость в студии – генеральный директор Гомельского областного ЖКХ Дмитрий Сгурский. Митрий Алексеевич, мне подсказывают, есть еще один звонок от нашего зрителя. Предлагаю выслушать. Здравствуйте. Если вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте. Василий Сергеевич, моя фамилия? Ваш вопрос. У меня вопрос такой. Мы пенсионеры вдвоем с супругой. Нам очень часто приходится, как говорится, жить на два города. На две республики. На Санкт-Петербург и на Гомель. Значит, причем длительное время. По месяцу, по полтора, даже по два месяца бывает. Значит, года два назад еще мы сдавали билеты в центр по оплате. По оплате в центр. И центр автоматически сообщал сведения о нашем отсутствии в Горгаз. И не приходилось никуда ни билеты туда представлять, ни сообщать им. Ничего не надо. С год назад это дело даже два, наверное, прекратилось. И нам приходится снимать копии с билетов и представлять и в центр билеты по оплате для корректировки. Квартплаты. И в Горгаз. Год назад я обратился в городское жилищно-комбинальное управление. Вроде бы мне сказали, что этот вопрос решается. И буквально в 2018 году должен вопрос этот решиться. Когда решится этот вопрос когда-нибудь? Чтобы туда нам не возить вот эти все копии билетов и прочее такое. Василий Сергеевич, спасибо большое за ваш звонок. Ну, я, наверное, сразу не отвечу схода. Сложно мне как бы сориентироваться в этом вопросе. Потому что все, что в рамках законодательства прописано, оно должно действовать. Но при этом, конечно, граждане обязаны предъявить соответствующие подтверждающие документы. О их отсутствии, на какой период они отсутствуют. И, как я уже говорил ранее, не все услуги, соответственно, можно снять с оплаты. Поэтому я думаю, что вам надо в очередной раз все-таки обратиться. Мы для себя в том числе помечу. Я надеюсь, там в студии оставили контактные телефончики хотя бы. Да-да-да, контакты оставили. И мы, соответственно, свяжемся, более детально разберемся, каким образом люди или удобно им, или как они хотят, чтобы эта информация для них проходила оперативно. И посмотрим, как в рамках действующего законодательства можно решить этот вопрос. Спасибо большое, Дмитрий Алексеевич. Очень много вопросов поступает в том числе на нашу инфолинию Viber. Я постараюсь озвучить часть из того, что приходит. То, что успеем, потому что не так много в эфире остается времени. Постараемся так. Короткие вопросы, короткие ответы. Все, что требует более детального рассмотрения, оставляем для того, чтобы разобрались в том числе ваши коллеги после эфира. Для более детального потомства. Да, контакты у нас зафиксированы. Итак, вот возвращаясь к теме затронутой в сюжете. О качестве воды. Хорошую тему подняли. Кирилл интересуется, а можно ли пить воду из крана в Гомеле? Можно. В Гомеле из крана можно пить. И в большинстве городов Гомельской области, соответственно, это тоже можно делать. Да, есть у нас сельские населенные пункты, в которых качество не всегда. Да, в основном по железу, так как в Республике Беларусь содержание подземных водов есть проблема. Мы планомерно решаем ее. В том числе есть определенные поручения и задачи до 2025 года. В большей степени обеспечить 100% качественно в централизованных населенных, где населенные пункты имеют централизованное доснабжение, качественную питьевую воду. Некоторые зрители стараются дозвониться к нам в Вайбер, но я напомню, что мы принимаем только сообщения, текстовые вопросы и мнения в тему разговора, а вот звонки по телефону, который вы видите на своих экранах. Вопрос от Светланы. У нас панельный дом 1986 года постройки. Возможно ли установка индивидуального счетчика учета тепла? Да. Ну, такая возможность есть, но единственное, для одной квартиры она отсутствует. То есть для этого все-таки нужно... Согласие жильцов всего дома. ...и устанавливать не только в одной квартире. То есть начисление по одной квартире невозможно. Либо дом, либо никак. По групповому прибору только. Еще один звонок, после чего вернемся к вопросам из инфолинии Вайбер. Здравствуйте, представьтесь. Добрый день. Дождался ли зритель, пока мы его смогли включить в эфир? Сделаем еще одну попытку. Добрый день. Ну что ж, пока тогда снова буду зачитывать вопросы из инфолинии Вайбер. Галина, интересуется, какая температура горячей воды должна быть в квартирах? Есть ли какой-то норматив? Температура должна быть не менее 50 градусов. Спасибо большое. Еще вопрос. Имеют ли право жильцы многоквартирных домов хранить свои вещи, например, детские коляски и велосипеды? Ну, я так понимаю, если они не переживают за их сохранность? Ну, конечно, тут необходимо... Есть правила содержания мест общего пользования в жилых домах. И в определенных местах в жилых домах, если они специально для этого предназначены, такая возможность должна быть. Потому что надо понимать всегда, что правила пишутся не просто ради того, чтобы их написать, а они, к сожалению, обеспечивают еще и безопасность проживания. И в случае какой-то чрезвычайной ситуации, если будут находиться на местах эвакуации, в местах общего пользования какие-то посторонние предметы, то это, конечно, может существенно затруднить и эвакуацию, и так далее, и создать ненужные проблемы при этом. Поэтому, конечно, в каждом конкретном случае это необходимо определять в жилищно-экспозиционной организации. Попробуем еще раз услышать вопросы от зрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Лариса Александровна. Ваш вопрос. Я хотела бы узнать, как можно наладить контроль за уборкой подъезда. У нас, вот, например, ЖУ-12, подъезды никто не хочет убирать, дворник доказывает, что он ходит регулярно. Я уже ходила, жаловалась и начальнику, но как бы это никак не проверяется. Это его слово против моего слова. Как бы платить мы платим, а убирать никто не хочет. Речь о городе Гомеле, верно? Да, да, да. Спасибо большое. Ну что, только надо более детально разобраться с этим вопросом непосредственно, чтобы установить истину, производится уборка либо нет. Но на сегодняшний день уборка определяется, соответственно, организацией эксплуатирующей, ее периодичность. И в рамках установленной периодичностью она должна осуществляться. Вот еще в тему вопрос. Что вы можете сказать по уборке придомовых территорий ЖСПК? Ну вот отчасти уже, наверное, затронули эту тему. Вопрос на контроле, как понимаю, но тем не менее... Уборка придомовых территорий ЖСПК, согласно сегодняшнего законодательства, должна осуществляться в том числе в рамках благоустройства наведения порядка, статьи этой. Но в том числе это не исключает того, что граждане, проживающие в ЖСПК, как и в многоквартирном другом жилищном фонде, дополнительно могут участвовать в, соответственно, наведении порядка и обустройство своих придомовых территорий. Дабы создавать для себя комфортные условия проживания дополнительно, потому что есть определенный минимум. Ну, понятно, если люди хотят чего-то лучше и больше, то в этом плане они уже должны дополнительно сами участвовать. И такие примеры и есть в Гомельской области, когда граждане дополнительно создают уют из своих дворовых территорий и в том числе выполняют определенные работы для того, чтобы в их зоне проживания было комфортно, уютно и так далее. Спасибо большое. Еще вернемся к вопросам и из Вайбера, я думаю, что и к звонкам. Относительно недавно Гомель получил единую диспетчерскую службу 115, об этом достаточно много говорили мы, в том числе и в эфире «Беларусь-4». Как работает эта служба? Буквально коротко. Ну, хочу сказать, что, во-первых, служба 115 в Гомельской области реализована уже два года, она работает, то есть это единый номер, по которому можно позвонить и попасть, соответственно, в диспетчерскую службу. Сейчас ее подняли немножко на другой уровень, то есть это автоматическая система, которая, любой звонок фиксируется в системе, он, соответственно, получает полную свою регламентацию и автоматически посылается на исполнение соответствующему исполнителю. И таким образом осуществляется, так скажем, не потеря любого обращения, которое происходит. Да, наверное, тут не стоит ожидать, что поступивший звонок мгновенно будет решен, есть разные вопросы, которые требуют и, может быть, временного решения, но они все на контроле, они сейчас не теряются. На основании этой информации проводится анализ, где, какие заявки поступают в большей степени, какие жалобы, обращения, в каком районе, в каком доме. Исходя из этого, ну, дополнительной информации, производятся какие-то административные решения, принимаются. Мне подсказывает, есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Светлана Васильевна. Ваш вопрос, Светлана Васильевна. Меня интересует такой вопрос. Вот, возле моего дома сделали автостоянку на зеленой зоне. Просьбы, как говорится, жителей, они не реагируют. Я написала заявление 12-го числа в наше домоуправление. Хотела бы спросить, может ли повлиять наше домоуправление на этих жителей, чтобы не вызывать эвакуатор? Спасибо за ваш вопрос. Не совсем понятно, если люди стоят на стоянке, специально оборудовали парковочных местах, то вроде бы они не должны нарушать. Если речь идет о том, что они стоят на зеленой зоне, тогда в рамках законодательства установка транспорта на зеленой зоне запрещена. И, соответственно, такие водители или собственники должны предъявляться к административной ответственности. Поэтому не совсем было понятно, что люди нарушают. Я думаю, наши редакторы уточнят и более расширенную информацию предоставим, в том числе для реагирования. Вопрос от Виктора из Гомеля. В дворе дома 52 по улице Чечерская. Из 13 фонарей горит 4 по информации Виктора. И те после 23.00. Двор погружается во мрак. Звонили в горсвет, результата нет. Как повлиять на ситуацию? Надеемся на вашу помощь. Надо разобраться. Мы возьмем этот вопрос на контроль, посмотрим, что там. Хорошо, что конкретный дом и адрес мы видим, поэтому не придется проводить детальное расследование. Уже знаете, куда направить своих коллег. Вот, кстати, говоря о работе с обращениями граждан. Это ведь действительно хорошая возможность для руководителя отследить ситуацию и грамотно направить своих коллег, подчиненных, для того, чтобы система развивалась. Какая позиция у вас, как руководителя, вот в этом важном деле, работа с обращениями граждан? Ну, вы совершенно правильно отразили. Любое обращение имеет свою подоснову. И, соответственно, есть обоснованные обращения. И эти обращения должны все-таки на них реагировать. И они должны решаться. По мере, соответственно, ну, как возможностей, так и временного рамок. Ну, с необоснованными нам надо только разъяснять гражданам нормы законодательства и в каком объеме они на что могут претендовать. Вот, поэтому мы со своей стороны постоянно ведем такой анализ. Наша работа в целом направлена на то, чтобы обращений было как можно меньше. И в целом мы выстраиваем такую работу, чтобы где-то предупреждать информационные работы. Соответственно, потому что много очень информационно-разъяснительных вопросов и обращений, соответственно. И мы в этом делаем упор через средства массовой информации, через сайты наши, в том числе и на оборотной стороне платежек. Мы определенную информацию, особенно когда происходят изменения, публикуем. Поэтому для нас это очень большое подспорье, как раз-таки принять правильные управленческие решения и направить, соответственно, как финансовые ресурсы, так и усилия физические на решение определенных вопросов. К сожалению, ну, здесь, наверное, еще уже исполнительская дисциплина где-то хромает. В подразделениях жилищно-коммунального хозяйства мы с этим вопросом тоже боремся. – Хотя существует и другая сторона медалей здесь. Вот остается буквально несколько минут. Часто и граждане требуют иногда больше необходимого и перегибают палку. И, я так понимаю, имеет место потребительский экстремизм, так часто это называют. – Такое, к сожалению, тоже есть. Ну, здесь мы уже, конечно, пытаемся все-таки, как я сказал, гражданам донести, что в рамках действующего законодательства возможно, а чего нельзя. И, соответственно, граждане должны сегодня понимать, что вот проживая даже в многоквартирном жилом доме, это все-таки их собственность. И, соответственно, согласно законодательству Республики Беларусь, они обязаны как участвовать в его содержании, а не только ждать, что кто-то что-то должен прийти и сделать. В том числе и обеспечивать сохранность общедомового имущества. Это в дальнейшем потребует минимальное вложение. Мы очень часто заходим в лифт, а он там весь, как и подъезд, из сарапа, надписи, что-то ободрано и так далее, и тому подобное. – В том числе лифт, который не так давно был выдан в эксплуатацию. – К сожалению, это требует дополнительных вложений, участия, постоянное отвлечение работников и так далее. Это все затраты, которые для системы жилищно-коммунального хозяйства самая главная в последние годы задача – это снижение всех затрат по всем направлениям для того, чтобы в конечном итоге граждане оплачивали, так скажем, как можно меньше. То есть у нас социальная политика государства, и она в этой части имеет направленность и нами, соответственно, берется к исполнению. – Дмитрий Алексеевич, спасибо за этот интересный и полезный разговор. Мы постарались, как могли, ответить на большую часть звонковых обращений. Примерно такое же количество еще редакторы подготовят для вас и ваших коллег, для того, чтобы, я уверен, и вы в этом заинтересованы, для того, чтобы каждое обращение было на контроле. Постараемся не оставить без внимания все эти вопросы, мнения и комментарии по сегодняшнему эфиру. Уважаемые зрители, спасибо вам за активность. Дмитрий Алексеевич, благодарю вас. А я напомню, что сегодня гостем программы «Диалог» был генеральный директор жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области Дмитрий Сгурский. Спасибо за активность. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин